Атава-Ихсан представляет Они вместе отправились нарезать сахарного тростника. Помогая визирю, Паша нечаянно срезал небольшую часть кончика пальца. Увидев его беспокойство, Саид постарался утешить его и подмудрить словами «Не печалься, владыка! Пусть Аллах обратит этого блага!» Истолковывая порезанный палец к благому, ты что, насмехаешься надо мной? Не сумев обуздать свой гнев и ярость, правитель приказал запереть визиря в темницу. По прошествии нескольких дней Паша отправился на охоту. Блуждая по лесу довольно длительное время, он заплутал. Сколько Паша не искал дорогу домой, он не смог ее найти, и, решив отдохнуть, прилег, прислонившись к стволу дерева. Не успел он сомкнуть глаза, как его окружили живущие в лесу дикари. И одежда чистая, и сам похож на опрятного человека нашему хозяину, жертвы искать не пришлось. Начали они рассуждать между собой. Услышав такие слова, Паша возразил, «Я ведь владыка этих владений!» «У нас есть свой господин!» – ответили дикие обитатели леса. На следующий день, перед тем, как принести его в жертву на глазах у всего народа, их господин внимательно осмотрел Пашу с ног до головы. Увидев его порезанный палец, он в ярости закричал, «Почему вы принесли мне жертву с изъяном? Уберите с глаз моих этого человека!» Как только, спотыкаясь и запыхавшись, Паша вернулся домой, он от радости, что остался живым и невредимым, отправился прямо в темницу. «Порезанный палец и в самом деле оказался благом!» – произнес Паша, после того, как поведал визирю о том, что с ним случилось, «если бы не это, быть моей головушке сейчас отрезанной!» После того, как правитель попросил прощения у советника за то, что продержал его в темнице три дня без пищи и воды, Сагид ему сказал, «Не тревожься, господин, то, что ты запер меня в темнице, Аллах обратил для меня во благо!» А в чем смысл этой премудрости? – удивился Паша. «Эх, господин, если бы ты не велел запереть меня здесь, мы пошли бы на охоту вместе. Если бы тебя не принесли в жертву, принесли бы меня!» Уважаемый друг, лишь Аллаху ведомо, было это событие в действительности или нет, но в этой поучительной истории для людей заложен большой смысл. Не принимай близко к сердцу трудностей, но и радостям в избытке не предавайся. Если будешь терпеливо переносить невзгоды и тяготы и научишься ждать, чем все закончится без тревог и волнения, то у этого жизненного испытания по воле и милости всеблагого Аллаха откроется какая-нибудь хорошая сторона. Знай следующее. Самое большое человеческое заблуждение из-за своей невежественности – быть поспешным во всем и торопить как печали, так и радости. По этой причине человек очень часто ошибается и обжигается в жизни. Один из первых моих наставников и учителей рассказал мне в качестве назидания случай, произошедший с ним. Он поведал мне следующее. Для того, чтобы отправиться в Турцию, я купил билет. Самолет из Казани должен был полететь с утренней зарей, но из-за того, что машина, которая должна была отвезти меня в аэропорт, сломалась, я опоздал на посадку. Самолет, на который я должен был сесть, улетел. Я переживал из-за того, что билет был куплен напрасно, и я не смог улететь в Турцию. Про себя я думал. Почему так произошло? Ведь я вышел из дома, прочитав молитву в дорогу и верив в себя воле. Аллаха! Эта мысль не выходила у меня из головы. На следующий день я услышал по телевизору страшную новость. Самолет, на котором я должен был лететь утренним рейсом, попал в авиакатастрофу. Много людей погибло. Оставшиеся в живых были сильно ранены. Услышав эту новость, я не мог сдержать слез радости и воскликнул. Аллах Велик! О Всевышний! Я приношу Тебе тысячу благодарностей за то, что Ты избавил меня от этой трагедии. О мой милый друг, если Тебя в жизни постигнет какое-нибудь несчастье или испытание, не истолковывай это сразу как плохое. Но в то же время, если с Тобой случится какая-нибудь радость, пусть она не опьянит Тебя. Всегда говорит так, как говорит Сагид из легенды Визирь. Пусть Всевышний Аллах обратит это во благо. Наш Пророк, мир ему, сказал, «Удивительно положение верующего. Если к нему приходит радость, он принимает ее с благодарностью своему Создателю. Если его постигает несчастье, то он встречает его со смирением и терпением. И это оборачивается для него благом». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!